Всем привет! С вами канал Artmania и сегодня у нас с вами обзор покупок из Fixed Price'а декабрь 2020 год, последний месяц этого кошмарного года. Надеюсь, что следующий год у нас с вами наступит уже хороший, что все это пройдет. Очень сильно надеюсь. Ну а сегодня давайте посмотрим, что же я купила. Я купила очень-очень много и давайте будем смотреть. Так, вот здесь у меня вот такие вот книжки детские, здесь вот раскраска, наклейки. Всего 55 рублей наклейки стоят, очень-очень классные. Листочки там глянцевые, что, кстати, очень-очень удобно. Вот они такие вот симпатичные. Книжечки также по 149 рублей. Три штуки я купила. Вот. Сейчас там у вас встанет коротенький ролик, где я поближе показываю все вот эти вот книжечки. Так, вот такие вот наклеечки. 55 рублей всего лишь. Бумага здесь глянцевая, что, кстати, очень удобно. Можно отклеить и переклеить, если неправильно или что-то. Хотя, очень оригинально, когда ребенок сам без родителей наклеивает. Пусть даже неправильно, но это очень красиво. Такое вот. Такая тоже 55. 198 наклейки. Много разовых. Очень, кстати, удобно. Всего лишь 55 рублей, потому что мама, похоже, покупала нам за 250 рублей в перекрестке. А тут дешевле. Можно набрать много. А дети очень любят как раз такие вот наклейки наклеивать. Здесь вот тоже винтики. Ну, винтиков в основном было больше. Вот они. Примерно как идти, одинаковые. Только здесь картинки разные немножко. Зайчатками, боже, коробками. Вот еще были с сердечками. Это уже поинтересней. С сердечками. Здесь, конечно, ребенок может промахнуться, наклеить не в попад. Если кружочки все попроще немножко. Здесь лев, смотрите, какой красивый. Грозный лев. И хвостик у него. Картинки, кстати, очень красочные. Такие красивые. И половинки. Половиночки. Можно с ребенком изучать формы. Троугольники, квадраты. Очень интересно. Жалко, что в моем детстве такого не было. Все, он прям что-то такой маленький. Так, также купила раскраску. Там вот много разных, но уже оставалось последние. Такие они большие. Тут уж точно либо размахнешься, либо не промахнешься. Такие хорошие, добрые картинки, как раскраски советских времен. И бумага, кстати, такая плотная, довольно. Такие классные. Можно даже надев фломастерами. Красками вот не знаю. Красками, надеюсь, надо посмотреть. Должна быть плотность бумаги 220, как минимум. Не меньше. Навряд ли, наверное. Хотя краски нарисованы, не знаю. Так. И также я купила вот такие вот книжечки. 149 рублей. Здесь не настолько яркие оттеночки, вот эти вот. Но все равно, довольно интересно. Считай, там за 150 рублей всего лишь. Ребенку будет интересно здесь поотгадывать, порисовать. Это у нас что? А, это рисовалка, да. Дорисовать. Такая вот. Лабиринтики немножко. Вот также здесь лабиринты. Вот, кстати, книжка лабиринтов. Там полностью одни лабиринты. Даже как-то скучновато немножко. Так. Математические игры. Там у нас, получается, считалки. Ну, то есть, считалки там считают все. Вот двери, там цыплят, божьи коровок, там деревья. То есть, вся вот такая вот толстая книга полностью просчет. Считай, считай, считай. Тоже как-то скучновато, честно. Так, вот у меня рисовалка, находилка и моя игра. Так, моя игра вот есть. А, и науку. Находилку я не нашла. Мне было интересно, но ее уже не было. Здесь моя первая игра. Так, тут ответы. Вот. Ну, хотя, в принципе, красочная, нормальная. Бывает, конечно, и поярче, но для 150 рублей. Книжка, честно, прям шикарная. Мне кажется, такие можно где-то найти гораздо дороже. Очень большая, много листов. Динозаврики. Сейчас посмотрим. 96 листов. Так, и наука. Наука. То есть, тут, в принципе, уже все рассказывается. Если родитель что-то не знает, можно здесь прочесть. И потом ребенку рассказать уже более точно. Что-то самому не придумывать на бум. Честно говоря, сомневалась, брать, не брать, но решила взять. Здесь тоже лабиринты, математика, рисовалка, находилка, игры. А, и наука. Здесь где-то я видела еще другую вроде. Рисовалка, находилка. А, ну, все, вообще-то все то же самое. Вот такие вот были книжечки. И также я купила альбом. Смотрите, какой классный, красивый альбом. 48 листов альбом. Ну, такой он. Можно, наверное, фломастерами, красками, не знаю. Ну, не слишком прям сказать, чтобы тонкие были листы, как вот для печати продают. Такие хорошенькие. Всегда стараюсь, когда иду в фикс прайс, покупать по несколько альбомов. Потому что альбом, если оставить альбом с ребенком, то альбом за один день закончится. Такой вот альбом. Такой. Классный, кстати. Вот такой прям вообще, смотрите, какой шикарный, красивый. Когда ребенка там нарисуют, я потом повешу это куда-нибудь. И такой вот. Так, так же я купила альбомы. Вот такие вот. Они стоят 55 рублей. Здесь 48 листов. Очень красочные. Ребенок у меня любит очень рисовать. Поэтому они у нас заканчиваются очень быстро. И каждый раз, идя в фикс прайс, я обязательно беру 3-4-5 штук таких альбомов. Там тоже сейчас встанет ролик, где я покажу, какие альбомы здесь. Убираем. Так, так же самую большую покупку я вам покажу. Я купила, наконец-то, коврик. Вот такой он голубой. Нежно-голубой. Красивый. Стоил он всего лишь 199 рублей. Довольно тут вот гладенький. Здесь он такой плотненький. Там были еще другие. Но у них, по-моему, один был прям какой-то связанный, дырявый вот с этой стороны. А другой я уже не помню. Ну, вот это такой вот большой, хороший, из ванны, когда вылазишь, приятно вставать на такой вот мягенький коврик. Хотя бы он большой, не приходится, когда вылазишь из ванны, целиться на этот коврик. Сразу просто встаешь. А то уже 100% узнаешь, что не промахнешься. Классно. Он такой мягенький. Не знаю, как он будет в деле. Каким он станет со временем. В принципе, вы увидите в аллогах. У нас еще влоги бывают, как мы с сыночком живем. Положим его вот туда. Вам немножко он виден. Так, и перейдем к самой моей большой покупке. У меня такой огромнейший просто пакет. Давайте его посмотрим. Чуть-чуть вам захватывает. Вот тут видно мешочек. Так. Купила я вот такие вот воздушный рис. Это пойдет к Димочке в новогодний подарок. Я и себе, и Диме. Вот. Мы как раз с ним два таких ребенка. Чтобы мне не было обидно, ему не было обидно. Так. Купила шипучки. Свои любимые конфетки. Кстати, на моем канале на них был обзор. Мы с вами пробовали каждую. В конечной заставке будет ролик. На моем канале есть обзоры на продукты из фикс-прайса, победы, светофлора и обычных магазинов. Разный шоколад и вкусняшки. Так. Таких я взяла две штуки. Очень они мне нравятся. Стоят они 27 рублей всего лишь. Вкуснятина. Так. Взяла вот такие печеньки. Они, по-моему, 55 рублей стоили. У них, кстати, упаковка поменялась. Стала белая. Была, по-моему, коричневая. На них тоже был обзор на моем канале. Наверное, я все ссылочки оставлю в описании вам. Они очень вкусные. Они мне очень-очень нравятся. Они тоже частично пойдут в подарок к Димочке ко мне. Частично, может быть, на какие-то новогодние подарки. Может быть, какие-то там конкурсы у нас будут. Может быть, посмотрим, где и как мы будем праздновать Новый год. Еще пока неизвестно. Так. Также я купила вот такие вот контейнеры маленькие. Они мне часто очень нужны. Что-нибудь там осталось очень маленькое. Ее положил сюда. И все. И отправил в холодильник. Я таких купила 5 штук. Где-то остальные. А, вот еще. Вот. Когда покупаете, обязательно проверяйте крышки. Потому что вот зеленую я искала. Там другая была зеленая. Она закрывалась плохо. Вот это, кстати, тоже немножко. Одна вот где-то была. Она прям очень мягкая. Здесь 0,33 мл. Наверное, 330 мл. Вот. С такой уже полосочкой. Когда-то очень давно я покупала таких. Но у меня они куда-то деваются. Куда-то они теряются у меня. Стоили они, по-моему, рублей по 13, может быть. Но они классные. Такие беленькие. Положим их туда. Хотя, конечно, расцветки уже поменялись. Крышки остались практически те же. Сами компейнеры тоже поменялись. Так же я купила набор вот таких контейнеров. У меня уже такие есть два набора. Еще лежит один новый. Вот я еще один купила новый. Потому что мои контейнеры опять тоже начали заканчиваться. И такие тоже. Куда они деваются, я не понимаю. Куда-то они сбегают от меня. И я купила еще. Вот. Их распакую. И будут у меня еще. Ну, вот так вот положить. Здесь вот один большой. И их четыре штуки. В большой, допустим, котлеты вы сделали. Вот я, например, делаю котлет. Я их складываю в большой контейнер. Ну, не в кастрюлю же я их буду класть в холодильник. А потом я приготовить захочу. А у меня кастрюли нет. Средненький, маленький. В маленьком у меня лимончик хранится. То есть, блин, вообще прям классный. Удобный, квадратный. И как раз в холодильник тоже квадратный. Все туда вот так вот пополам въезжает. Прям супер. Стоило, по-моему, 99. Они когда-то 77 стоили. В некоторых магазинах 55. То есть, вот как-то так по-разному. Так. Также я купила набор формы для печенья. Здесь у меня олень. Долго сомневалась брать, не брать. Потом подумала, что надо брать. Дай, думаю, попробуй. Был еще елочка и снеговик. Но я решила взять оленя. Подумала, будет классно стоять олень из печенек. Потом, может быть, еще раскрасить его каким-нибудь там образом. Что-нибудь такое. Продаю же всякие там. Такие цветные вкусняшки. Там разных цветов. Вот что-то такое надо поискать. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Это все смотрите во влогах, как я буду пытаться там что-то делать. Так. Купила я еще рисовую лапшу. Вот такую вот. Однажды очень давно я была в японском ресторане. И там подали вот такую вот лапшу. Какой-то супчик был. И была вот какая-то такая похожая лапша. Она была полупрозрачная. Домой я пришла, попыталась такой же суп сделать. Думала, это обычная просто вермишелька такая лапша. Но нет, у меня ничего не получилось. Вот я увидела, решила купить. Но, кстати, я видела в пятерочке такой перекрестки. Вот. Сколько она стоила, уже не знаю, не помню. Здесь 4 порции. 500 грамм варить 8 минут. Ну, попробуем с вами. Если вы хотите на нее обзор отдельный, напишите мне в комментариях. Что вы хотите на эту макарошку, вермишельку или рисовую лапшу. Фобо. Фобо она называется. Обзор. Тогда я сделаю отдельный обзор на нее. Для своей банки большой, наконец-то, я нашла эту вот штучку. Уже приготовила деревяшечки. Собралась уже делать сама ей подставку. Но, наконец-то, появились. Надеюсь, что она сюда, конечно, влезет. Но, вроде, фотография здесь есть от этой баночки, что она влазит. Честно говоря, еще не проверяла. Классно. Она стоит очень хорошо. Устойчива очень. Так. Детские салфетки. Их я беру всегда. Они нам еще до сих пор нужны. Хоть и Димочка уже взрослый практически. Но они нам все равно пригождаются. Здесь 130 штук. На нее тоже был отдельный обзор на моем канале. Так. Взяла на пробу чекопай. С клубникой. Наконец-то, я их нашла. Наконец-то, они появились в нашем магазине. Они пойдут на обзор. Мы с вами попробуем, что это такое. Какое. Какие они на вкус. Вкусные или невкусные. Я вроде читала отзывы, что не всем они понравились. Что как-то привыкаешь больше к обычным стандартам. Ну, вроде к бананам уже привыкли все. Вроде вкусно. Вкусно. Посмотрим и клубничные каково. Вкусные или нет. Так. Тут я купила. Они уже у меня открытые. Напиток кофейный растворим. Мне очень-очень он нравится. Он мне как-то напоминает какую-то капучино. Но уже постепенно я его вычпила. Он у меня открытый. Первый раз на моем канале такой. Обычно я все свои покупки держу закрытыми до обзора. Это вот первый раз такой. Осталось там, по-моему, один пакетик даже. Их, по-моему, 10 штук. Но, блин, он мне нравится. Он прямо обалденно вкусный. Хотя там, честно говоря, очень много едобавок, всякой химии. Но из редка все-таки можно. Ага. Я тут вижу уже третью упаковку этих конфеток. Так. Также я купила тесто для лепки. Вот такое тесто. На них тоже, кстати, был обзор уже. Я уже покупала такие наборчики Димочки. Он очень любит из них лепить. Он такое... Ну, тесто такое очень мягкое, нежное. Оно такое приятное прям на ощупь. Классное. И, кстати, из них можно делать разные штучки. Сейчас вот я, наверное, ставлю ролик, Какие штучки мы там из них сделали. Они очень... Ну, поскольку это тесто, Оно очень хорошо засыхает. И не крошится. Ну, конечно, если может быть прям помолось, Как следует там побить молотком, То может раскрошится. А так они прям... По ощущениям кажется, что... Как будто похоже на полимерную глину. Она более дорогая. Делается там засыхая в духовке. А это буквально у вас на столе там... Несколько часов или сутки, может быть. И готово. Вот, смотрите. Вот такие вот штучки замечательные получаются. Такая вот апельсинка. Она плотная. Она даже, видно, вот тут вот ямочка такая. Она высохла. Прям плотная. Звездочка вот такая получилась. То есть какие-то вот такие вот маленькие детальки Можно делать. Горошек. Ну, конечно, если его взять пополам, То, конечно, он сломается. Но вот такие вот классные. Мне нравится. Нравится делать какие-то вот такие штучки. Мне кажется, из них даже можно делать Какие-то красивые там сережечки. Вот как там прилепляют. Вот что-то такое. Цвета у них вот с этой стороны. Я взяла все разные три цвета. Пока они есть, пока они не подорожают. Здесь красно-синий, зеленый, желтый. Вот жалко, кстати, что нету белого. Белый, кстати, периодически нужен. Его как раз это, не размешаешь ни с чем. Белый, черный вот иногда хочется. Здесь у нас оранжево-зеленый, розовый, голубой. Вот такие вот. Так вот сделаем. Так, здесь я взяла горячий шоколад. Его я беру уже на протяжении многих-многих лет. Он мне очень нравится. В него я еще добавляю просто обычный шоколад. Вот. И вот этот растворяется, по-моему. Ну, по-разному бывает. Если вы нальете, вернее, сделаете горячий шоколад в маленьком таком стаканчике, то там какая-то гуща остается. А если в большом стакане, то, короче, не помню. Я еще добавляю туда шоколад, и получается прям, во, классно. Мне очень-очень нравится. У меня уже начал заканчиваться. Так, купила я также набор магнитных закладок. Кстати, очень классно. Они держатся на одном листочке, даже держатся на нескольких листочках. Это очень прям классно. Такие прелесть новенькие, симпатичные, с лимончиком, яблочко. Прям, блин, классно. Мне понравились они. Также я взяла зубочистки. Они стоили всего лишь по 12 рублей. И их довольно здесь много. Хорошая такая пачечка 200 штук. Вот. Зубочистки мне нужны для того, чтобы проращивать авокадо. У меня на подоконнике целое стадо. Это не назовёшь коллекцию, это назовёшь стадо авокадо, которые проращиваются. Я их проращиваю. Вот мне помогают вот такие вот всякие зубочистки, стаканчики маленькие. Я ещё купила в Перекрёстке. Такие вот малюсенькие, чтобы у них корни не слишком длинные были. Ну и маленькие просто удобно, классно смотрится. Вот. И вот я ещё купила. 12 рублей, по-моему, всего лишь стоило. Где-то я видела гораздо дороже и пачка гораздо меньше. Как они в деле, честно, даже не знаю, не пользуюсь. Так. Также я взяла пюрешка картофельная. Такую же подобную. У меня есть обзор на неё. Я покупала в Светофоре. Причём, знаете, в Светофоре она точно так же выглядит. Всё вот эта вот копия одинаково. У них, по-моему, только разный производитель или... Ну да-да-да, производитель, по-моему. По-моему, он разный. И внутри состав разный. Тот, который из Светофора, он более крупный. И там картофельное пюре, он более похож на картошку. То есть без соли, без всего, прям похож. А вот здесь вот он немножко другой. Я подумала, что он точно такой же. Посмотрела, выглядит точно так же. Всё супер. Взяла. Но попробовав дома, конечно, это оказалось совершенно другое. Не то. Совершенно не то. Ну, ладно. Купила. Чё ж теперь? Надо кушать. Я купила таких три пачки. Одну я съела. И одна вот ещё. Вот ещё одна. Так, ну и, конечно же, вы сейчас скажете, Наталья, а где же самое главное? Ведь ты снимаешь обзор новогодний перед Новым годом. Где же самое главное? А сейчас я вам покажу. Вот такие вот новогодние веточки я купила. Хотела купить, честно говоря, три штуки. Ну, не знаю, почему мы с вами всю жизнь всё покупаем по три штуки. Почему не по одной, не по две, не четыре, например, а именно три? Почему? Напишите мне это в комментариях. Почему три-то? Странно. Ну, короче, там другая была не такая красивая ёлочка. И как-то две штуки брать. Не знаю, ни туда, ни сюда, ни торчёта. Надо три. А две нельзя почему-то. Потому что там какая-то примета. Потому что там, я не знаю почему. Вот. Ну, я взяла, короче, одну такую. Она очень классная. Мне понравилась такая она. Здесь даже деревянная ёлочка. Так прям. Тут вот шишечка приклеена. Там такая вся блестящая. Блин, она мне так понравилась вообще. Прям супер. Ну, она такая, на тонкой такой ножке находится. Её ещё нужно тут подмотать, наверное, немножко. Как-то это. Ни туда, ни сюда. Вот. В качестве второй штучки я решила купить такую. Она мне очень просто безумно понравилась. Здесь такие ягодки с блёстками, шишечка. Ну, а вот тут вот ёлка просто пластмассовая. По-моему, такая же пластмассовая была у той веточки. Поэтому я её не взяла. Прям классно выглядит. Мне очень-очень понравилось. Куда-нибудь маленькую вазочку. Ну, вот она в качестве второй штучки. Там как-нибудь я потом сделаю какой-нибудь букет необыкновенный. В качестве третьей штучки я взяла вот такие вот блёстки. Красивые, золотые. Прям, не знаю. Она так блестит, она такая классная. Где-нибудь на солнышке она будет очень классно переливаться. Если бы она что-то согнулась немножко. Может, она разогнётся, не знаю. Ну, классно, красиво. Реально красиво. Так, так же я взяла вот такие вот навесульки. Наконец-то в этом году. Ещё вспомните, в прошлом году были совершенно другие игрушки. По-моему, даже таких не было. Были какие-то обычные, стандартные. А вот именно вот в этом году ощущение, как будто мы... Как будто мир перешагнул... Там, не знаю, перешагнул 20 лет. Как будто мы 20 лет просто за... Ну, как будто, знаете, 20 лет прошло просто за одну секунду. То есть ещё в прошлом году, позапрошлом, вот те года, были самые обычные ёлочные игрушки. Какие-то кругленькие, там, кругленькие блёсками, кругленькие, там, с такими блёсками, кругленькие, там, с рисунком, там, тра-та-та. А вот именно вот в этом году, особенно вот зайдите в ленту, или можете посмотреть влог, я была в ленте, снимала там. Там вот точно такие же деревянные игрушки. Правда, там стоят они от 150-200 рублей и выше. Ну, они красивые. Блин, они такие классные. Хочется просто иметь огромную ёлку и вот это вот всё туда повесить. Просто вот прям классно. Вот. И фикс прайс. Конечно же, он не... Как там это правильно сказать? Не обделился, не удив... Блин. Не обделился. Нет. Какое-то другое слово. Ладно, без разницы. И тоже, конечно же, сделала такие красивые ёлочные игрушки. Ёлочка там, вот олень у меня там ещё. Здесь вот они звенят. Очень красиво выглядят. Очень классно. Мне прям очень понравилось. И, конечно же, я решила взять. Их я планирую повесить где-нибудь в квартире, наверное, скорее всего. Радовать глаз наш. Так. Здесь у нас снежинка. Точно такая же. Но я не помню, правда, сколько они стоили, честно. Все брали. И я взяла. Так. И также я взяла ещё вот такие вот маленькие. Здесь тоже шишечка. Она вся блестит. Барабанчики маленькие. Всё блестит. Всё такое прям нарядное, красивое, необыкновенное. Такую же вот вторую я взяла ещё и голубенькую. И, в принципе, сейчас станет вот здесь сейчас маленький. Коротенький ролик, где я вот это вот всё, новогодние подарочки, показываю вам поближе. Чтобы он там не щурится и разглядывать издалека, это будет всё поближе. Здесь сейчас прям вы рассмотрится. Также купила ёлочные игрушки. Смотрите, как это красиво. Вот это стоило 50 рублей. Ну, конечно, тут ёлочка немножко другая. Но вот с этой стороны прям напоминает Новый год и очень радует глаз. Веточку такую. Хотела таких три веточки, но другие у них как раз ёлки вот такие вот пластмассовые. Они такие вот красивые. Не стала брать, не понравились. Потом во влоге каком-нибудь увидите, как они у нас стоят в вазочке. Такие листочки нашла. Они уже заканчивались. Остались там последние три штуки. Я забрала предпоследнюю. Такие они прям золотые. Переливаются. Красиво очень. Также подвесочки такие. Там внутри блестит всё. Очень красиво и прям смотрится очень дорого. Как будто я купила не в Пикс Прайсе, а в Ленте. Такое прям хорошо сделано. Извините немножко. И такую же купила ёлочку. Тут сама ёлочка блестит. Очень красиво. В этом году прям особенно красивые ёлочные игрушки продают. И в Ленте вот продают. Интересные очень такие вот похожие. И Фикс Прайс наконец-то поменялись. А то было всё как-то одно и то же. Также купила вот такие. Вот маленькие. Их я планирую развесить по всей квартире. На всякие гводдики, петельки. Здесь смотрите шишки такие красивые. Можно даже самому так шишку закрасить. Её там шиколкой какой-нибудь. Барабанчики такие. Купила голубенькую. Там ещё была серебристая по-моему. И красненькая. Она вообще оставались там последние две штуки. Тоже очень красивые. Очень много блёсков. И упакованы, кстати, красиво с бантиками. Вот такие у меня ёлочные игрушки. Посмотрели. Я надеюсь, что вам понравится. Что вы сейчас тоже побежите в магазин за новыми. Каждый год, каждый Новый год мы с вами готовимся. Покупаем что-то новое. Покупаем, покупаем. Наряжаем всё это. Стараемся, да? А старое куда девать? И старое тоже вешаем, да? Вот такие вот у меня сегодня покупки. Наконец-то я, кстати, купила ковёр. На эту ванну я очень-очень безумно рада. Потому что они везде стоят от 500 рублей. И дешевле просто не могла найти. Я уже, честно говоря, собралась шить сама. Думаю, ну как сошью, так сошью. Думаю, ладно. Потому что один коврик у сына, он голыми ножками встаёт, а другой будет мой коврик. Чтобы ему там не зацепить какой-нибудь грибок. Может, у меня грибок на ножках есть какой-нибудь. Я же не знаю. Маленький малыш у меня зацепит и всё. Поэтому у нас разные коврики будут. Так будет удобнее. Так будет классно. Вот. Такой у нас с вами был большой, большущий обзор. Я надеюсь, что вам мой обзор очень понравился. Напишите в комментариях, понравился он вам или нет. Хотите ли вы обзор на макарошку эту, она уже там завалена. Я не буду её уже трогать. Если хотите, пишите. Хотим обзор на макарошку. Обязательно пишите. Мне нетрудно. Я сделаю. Вот. Также будет в конечных заставках или в описании видео или ссылка на товары, которые я уже делала. Обзор. Наверное, в конечной заставке давайте я вам сделаю. Потому что как раз там три штуки. это... Три их... Ну да, три, четыре, четыре, три. Первые четыре ссылки в описании будут как раз вот это вот ролики обзоров моих. И с вами был канал Артмания. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мой следующий ролик, который выйдет уже завтра. Влоги у меня выходят каждый день. Обзоры на продукты через день. Также пишите комментарии. Ставьте лайки. Мне будет очень-очень приятно если вы мне поставите лайки. Смотрите другие ролики, кулинарии, живопись, там куча всего. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.